А черемша такая травка, и закуска, и приправка, И полечит, и накормит, ешь листья, ешь и корни. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня я выехал в лесок возле своей деревни, в лесок в район Толстого мыса. Там водится страшный зверь черемша. Вот он, этот зверь. Нет, вы говорите, это растение? Да, вполне возможно, это растение. Травка, как пел Камчатский. Самодеятельный певец Александр Безуглов, Ахчеремша. Такая травка, и закуска, и приправка. Еще не сошел снег, я думаю. Снег, вы видите, за моей спиною. А уже из-под сухой прошлогодней травы вылезают стрелки этого самого лука, называемого черемшой. Каждый из вас наверняка слышал это название, а если не слышал, то сейчас вы его услышали из моих уст. Черемша не только вкусна и полезна, кстати, в ней содержится на 1 грамм до 700 миллиграммов витамина С. Как пишет известный камчатский травник Нина Алексеевна Ефремова. А да не только вкусная и полезная, это не только витамины и фитонциды. Она использовалась в русской народной медицине, в народной медицине туземцев, в ряде восточных медицин. Причем не только для внутреннего употребления, как средство от болезней желудочно-кишечного тракта, но и как средство даже от кожных болезней, например, от экземы, то есть кашицу из черемши, накладывали на больные места. Ну а сейчас каждый из вас имеет возможность зайти в ваш близлежащий лесок, потому как город-герой Петропавловск, если вы из Петропавловска, находится между сопок, зайти в близлежащий лесок и набрать вот этой вот самой черемши. Ах, вы говорите, режим самоизоляции? Ну да, оккупационная власть пытается загнать русских людей в концлагерь. Это точно. Но оккупационная власть, это временно, и скоро она закончится, а русские люди останутся. Так что идите в лес, собирайте черемшу и ешьте ее. Приятного аппетита. Дома, сидя на уютной кухне в мягком кресле, я расскажу вам о том, что такое черемша, руководствуясь различного рода литературой, так как я не ботаник, не биолог и не медик. А сейчас просто давайте под звуки уже упомянутой песни полюбуемся на эту самую чудную травку черемшу. Смотрим. Я пол Европы исходил, я обуви сто пар сносил, был в Азии, в Таежной, был глуши, был в Берлине, в Павлодаре, в Подмосковье, в Краснодаре, но нигде не видел черемши. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит, ешь листья, ешь и корни. Я рассказывать не буду, что трава растет повсюду, всюду есть цветы и камыши. Долика нет, нигде милее, и душистее, и вкуснее этой чудной травки черемши. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит, ешь листья, ешь и корни. Ни горька она, ни сладка, родина ее, Камчатка, здесь наешься травки от души. Чтоб считаться камчедалом, съесть пуд соли будет мало, нужно съесть полтоны черемши. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит, ешь листья, ешь и корни. И черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит, ешь листья, ешь и корни. Приятного аппетита! И вот теперь мы из весеннего леса переместились в теплую, уютную кухню. Для чего? Для того, чтобы я показал вам вот такую вот книгу «Заветные травы». Автора этой книги Нина Алексеевна Ефремова, которую я уже упомянул. И взял я в руки эту самую книгу «Заветные травы», для того, чтобы прочитать немного о чудной травке черемше. Я буду читать, а вы будете внимательно слушать и узнавать от меня что-то новое. Но это не точно. Черемша, она же лук победный. Популярный местный лук, употребляемый в сыром, соленом, маринованном, квашеном виде. Широко применяется в народной медицине, как противоцинготное, витаминосное, общеукрепляющее, мочегонное, патагонное, желудочное, отхархивающее, противоглистное, бактерицидное средство. То есть всего перечислено 9 вариантов применения. Далее Нина Алексеевна пишет. Черемшу употребляют при цинге, усталости, простуде, гриппе, желудочно-кишечных заболеваниях, атонии кишечника, поносах, дизентерии, метеоризме, аминорея, неврастении, болезнях сердца, атеросклерозе, гипертонии и водянке. Здесь уже перечисление из полутора десятков пунктов. Очень трудно, конечно, совместить все это. В Сибири настоем луковицы травы, пишет Ефремова, натирались при кашле, ревматизме, бронхитах. Листья прикладывали к глазам при их воспалении, рекомендовались они в пищу при ослаблении зрения. Луковицы использовались в качестве нарывного средства. Черемша, по сообщению Нины Алексеевны Ефремовой, признанное средство в тибетской и китайской медицине. Ну и еще один секрет, который мы узнаем из книги «Заветные травы». Резкий запах черемши можно ослабить, если перед употреблением ее в пищу, обварить кипятком и залить столовым уксусом. Удалить запах после еды помогает стакан кефира, простокваши, кофе. Можно пожевать и корень петрушки. Наконец-то вы узнали правду. Ну теперь остается лишь пожелать вам приятного аппетита. Если вам понравилось, сами знаете, что нужно сделать. Молодцы! Аплодирую вам. Кстати, пожалуйста, напишите комментарий под роликом. Мне действительно интересно, что вы думаете об услышанном. А если вы на моем канале впервые, то для того, чтобы не пропустить новые ролики на канале, вам нужно выполнить рекомендации, которые сейчас появятся в правом нижнем углу кадра. Вот эти рекомендации. Сделали? Кнопочка подписаться из красной превратилась в светло-серую, и на ней появились волшебные слова. Вы подписаны? Колокольчик тоже нажат. Замечательно. Теперь вы не пропустите новые ролики. До свидания. А черемша, такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит, ешь и листья, ешь и корни. Приятного аппетита!